Осень 41-го. Враг уже у Москвы. Город маскируют. На Кремлевской стене рисуют окна. Мавзолеи рубиновые звезды закрывают декорациями. На Монежной площади наносят разметку несуществующей крыши. Идет эвакуация. Редкие кадры мимо Большого театра гонят стадо коров. Большой театр был заминирован так же, как все основные здания в городе. Москва была подготовлена к тому, что немцы могут сюда войти. И в этом случае была бы отдана команда, и все ключевые здания были бы взорваны. Вот, чтобы они не достались противнику. 6 ноября уже опустевшую улицу Горького патрулировал 22-летний Вячеслав Хатунцев. Вечером они после вернулись, после патрулирования в Казалмы сюда. Им сказали, так, ребята, быстренько подшиваем воротнички, завтра будет парад, спать. Территориально они располагались на территории нынешнего ГУМа. Мероприятия готовили в строжащей секретности. Даже в документах не парад, а операция. Должны были пройти Красную площадь быстро, за 1 час, 1 минуту и 20 секунд. 7 ноября подъем в 4 утра. Пришел приказ маскировку снять, открыть мавзолей и зажечь звезды. По Красной площади прошли 160 танков, 230 автомобилей и 28 тысяч человек. Парад был самым пиком всего. Была какая-то безнадежность, была усталость, немцы лезут, мы сопротивляемся, большие потери, отступление, эвакуация. И вдруг такое светлое пятно. В это время вдруг Сталин в Москве. Парад проходит. Вот это боевой друг, вот это содружество, это было необыкновенно. Это подъем был, и после этого они шли в бой уже с каким чувством. Мы победим. Что бы не было, мы победим. В честь легендарного парада 41-го года на Красной площади 41-й единица уникальной боевой техники. Здесь есть реальные пробоины 41-го года и несколько машин на Красной площади, также воевавшие. Это наши старики. Впервые у стен Кремля МиГ-3 в зимней раскраске. Именно такие защищали небо Москвы в 41-м. Стрелковое оружие из исторических клубов, в том числе знаменитая Мосинка. Столько, сколько повидала эта винтовка, наверное, еще ни одно оружие в мире столько не видела. Сердце столицы перенеслось во времени. Прямо перед ГУМом кусочек бульварного кольца начала 40-х. Четыре дня на сцене театра революции, иммерсивные спектакли пять раз в день. В кинотеатре художественные хиты фронтовых лет. Еще новинка – самый большой экран под открытым небом в стране. Длиной 150 метров половина Красной площади. У нас здесь будет работать нейросеть, которая вас будет выхватывать и прямо на экране вы будете получаться участником того парада. Встать в строй рядом с такими, как Владимир Алексеев. Несмотря на бронь, в 19 лет как спортсмен попросился в бригаду особого назначения. Его забрасывали в тыл врага. В конце октября их стали строевым шагом водить по Москве. Считали, что таким образом в Москве паника, и они как бы стабилизируют обстановку в Москве. О параде они узнали в 4 часа утра 7 ноября. Их подняли по тревоге. Муж мой шел право-фланговым, потому что он был высокого роста. И очень переживал, что все смотрят на Мавзолей, а он прямо. Они как бы дали клятву, идя мимо Мавзолея, что они прогонят врага с нашей земли. Враг был в 70 километрах от столицы. По современным меркам это, ну, час на машине. Но на фронте было кратковременное затишье и решили рискнуть. Парад готовили в строжайшей тайне. Его даже начало перенесли на 2 часа ранее. Операторы опоздали, поэтому так мало хроники. Речь Иосифа Виссарионовича Сталина пришлось переснимать. Уже в следующий день построили макет трибуны в помещении. Поэтому вот заметно Сталин произносит речь, у него пара за рта не идет. Плюс в этой войне вдохновляет вас, мужественный образ наших великих предков.